Спасибо большое, Алла. Для меня, ну как девушка из провинции, на самом деле, я провинциалка из штата Мэйн, это огромная честь не только быть здесь в Бруклинской библиотеке, ну что явно город Нью-Йорк, что для нас такой большой, вот это огромная честь. И потом, вот что буду беседовать с этими людьми, вот это просто для меня что-то, потому что вот Евгений Водолазкин, один из моих авторов, вот Владимир Шаров, это писатель, которого переводит мой друг и коллега Oliver Reddy, и вот Дмитрий Петров знает какое-то огромное количество языков, а я только русский и английский. Вот так что это удовольствие для меня, вот с ними беседовать и перед вами, вот тем более. Вот, я могла бы весь вечер, наверное, считать все их премии, языки и так далее, но предлагаю просто вместо этого сразу начать. Вот, разговор про литературу, историю, язык и время, вот наша тема. И вот хочется, наверное, начать, вот я сейчас читала роман Шарова Владимировна, «Будьте как дети», и вот тут очень интересно, потому что вот сразу очень много из наших тем в одном предложении, вот все в одном флаконе, как говорят, вот, и это просто одно предложение, я прочту. «Слова, — говорил он Крупской, были, есть и будут суррогатом, ложью, вернуться в тот мир, что дал человеку Господь, мы сможем только от них отказавшись». И вот я это выбрала, вот, и вырвала, на самом деле, из контекста, из-за «были, есть и будут», и, конечно, и из-за слов вот этих, вот, потому что вот это главное у нас сегодня. И вот если начать со слов, мы, наверное, начинаем вот с Дмитрием, потому что он психолингвист, и мне бы очень хотелось от него узнать, вот, как он сейчас видит, поскольку он изучает вот перемены в языке, особенно в современном русском и в современном русском литературном процессе и языке, вот какие вы видите тренды, вот видите, вот такое русское слово старое, вот, тренды, тенденции, перемены и влияние, может быть, тоже. Добрый вечер. Можно сказать, что все процессы, все тренды, которые происходят в современном мире, обладают одной тенденцией. Это сплошное ускорение, ускоряется всё, ускоряется развитие общества, ускоряется развитие технологий, и, конечно, это не может не отразиться на языке. Так как я в силу своей профессии занимаюсь методикой изучения разных языков, в том числе и русского, вот там тоже среди, скромно стоит на этом рояле учебник русского для англоязычных людей. Психолингвистика – это то, что происходит на стыке между явлением языка и тем, что происходит с менталитетом людей, с тем, как люди воспринимают современный мир, окружающий мир. Надо сказать, что русский язык за последние 20-25 лет претерпел и продолжает претерпевать очень серьёзные изменения. И можно выделить три основных тренда. Первый – это то, что в России или, скажем так, на постсоветском пространстве сменилась политическая, экономическая система. Это привело, во-первых, к очень серьёзным переменам в лексическом составе языка и в какой-то степени к разрыву между поколениями. Потому что люди, которые родились 20-25-30 лет назад, иногда не улавливают, не просто не знают реалий, но иногда не понимают какие-то отсылы, какие-то идиомы, какие-то реалии, которые для людей более старшего поколения абсолютно привычны и понятны. Это объективная реальность, такой слом эпох, можно сказать. Вторая тенденция – это очень такое явление понятное и глобальное – это технологии. То, что сейчас люди совершенно иным способом общаются по сравнению с предыдущими эпохами, не может опять-таки не отразиться на языке. Буквально на наших глазах исчезла культура написания писем. Люди больше не пишут письма. Люди, особенно более молодого поколения, взяли на вооружение совершенно иные способы коммуникации. Это электронная почта, это СМС, это всевозможные социальные сети, в которых общение сейчас происходит. Это имеет колоссальное влияние на современный язык. И третья – это новая, если можно выразиться, культурная революция. Восприятие мира у новых поколений существенно отличается от восприятия мира их родителей. Ну вот есть такое понятие, как клиповое мышление. Современным молодым людям трудно, например, воспринимать, ну не скажу про всех, но достаточно большому количеству, старое кино, затянутые сцены. Им трудно воспринимать длинные, долгие описания в художественной литературе. Но, так как я преподаю в университете и преподаю достаточно давно, я наблюдаю определенные тенденции восприятия мира и в том числе литературы молодыми людьми. Если в конце 90-х, в начале 2000-х годов состояние вот этого восприятия со стороны молодых каких-то литературных творческих продуктов было, прямо скажем, плачевным, иногда даже возникали печальные мысли о деградации всего и вся, то сейчас я начинаю испытывать некоторый оптимизм. Вот последние годы, ну я могу это судить и по своим студентам, которых достаточно много, и по своим детям, которых тоже несколько, они возвращаются к литературе. Они начинают читать те книги, которые читают их родители. То есть, если лет 10 назад был совершенно резкий, чудовищный разрыв между тем, той культурой, которую воспринимали отцы и дети, сейчас это немножко нивелируется. Сейчас родители и дети опять читают одни и те же книги, и это не может не радовать. Что касается языка, вот это и клиповое мышление, и торжество технологической революции воздействуют в языке на всё, в том числе на грамматику, я не говорю уже о лексическом составе. Ну, например, мы буквально за последние десятилетия расстаёмся с такими явлениями русского языка, как причастие, идея причастия. Мы, те, кто занимается психолингвистикой, проводим статистические исследования, исследуя, скажем, разговорную речь современного русскоговорящего человека. Вот за 20 лет использование причастия сократилось в 30 раз. То есть, мы больше не говорим «люди, сидящие в этом зале», мы говорим «люди, которые сидят в этом зале». Вот такие интересные наблюдения. Что касается изменения лексического состава, конечно, обилие заимствований не всегда оправданных, которые связаны с заимствованием реалий в сфере технологий. Но я не вижу в этом такого абсолютно какого-то негативного явления, потому что если мы верим в то, что наш язык великий и могучий, то уж наверняка он всё, что ему нужно, он освоит, переварит и абсорбирует, включит в себя, в свой лексический состав. Всё, что ему не нужно, он отфильтрует и выбросит. Поэтому мы замечаем, что даже слова, которые входят не то, что за последние десятилетия, а за последние месяцы, мы знаем такие технологические явления, как селфи, например, русский язык обволакивает эти корни, которые взяты из английского чаще всего языка, своими приставками, своими окончаниями. И мы говорим «эсэмэска», «перепостил», «ретвитнул». Это уже воспринимается абсолютно как природная часть современного разговорного русского языка. И когда иногда звучат, особенно в академической среде, такие панические мысли по поводу того, что вот, надо противостоять засилью иноязычной лексике, я всегда напоминаю пример ещё одного великого и могучего языка – английского. Напоминаю, что в английском языке 70% лексики взяты из французского или из латинского. И ничего, переварил, и сейчас, когда мы пользуемся английской лексикой, мы её воспринимаем, мы забываем, откуда она изначально происходит. Поэтому я считаю, что язык – это живой организм. Он иногда болеет, может умереть, может выздороветь, но он обязательно должен взаимодействовать, общаться с другими языками, которые присутствуют на нашей планете. И в этом взаимодействии, в этом общении его сила. Не могу, будучи самым переводчиком, не отметить великую роль профессиональных переводчиков, которые в своё время, говоря словами Пушкина, служат такими почтовыми лошадьми прогресса, переносчиками, в хорошем смысле, идей, эмоций, каких-то взглядов на мир, на окружающую реальность. И, конечно, сам тот факт, что мы продолжаем знакомиться с помощью перевода, и желательно, конечно, и с помощью освоения каких-то языков, с теми проявлениями творческого духа, который никогда не убывает, который всегда есть, который всегда присутствует. Это говорит о том, что вот это природное, присущее человеку любопытство даёт нам надежду на то, что язык не умирает, не становится более примитивным. Русский язык пережил многие потрясения, такие турбулентные периоды своей истории. И вот благодаря, в том числе, тем людям, которые сидят за этим столом, будет жить и дальше. Спасибо. Спасибо. Вы действительно обрадовали, по-моему, нашу публику. Вы говорили про живой организм язык, и хочется сейчас немножко на другую тему, юродства в книгах, в романах. А, вот, извините. Всегда мне говорят, что у меня голос такой громкий, так что я привыкла без микрофона. Вот и Евгений, и Владимир пишут про юродовых людей в своих романах. Так что мне бы очень хотелось у них спросить про то, как у них юродовые общаются, во-первых, потому что у них речь отличается достаточно сильно от обычных людей в этих романах, хотя вот некоторые, например, у Евгения не говорят, или говорят одно и то же слово постоянно. Но как это юродство в этих романах отражает миры в ваших книгах и ваши сверхзадачи, если можно это сказать? Не знаю, вы... Ну, я могу начать. Я вообще так нахально обычно держусь, когда дорываюсь до микрофона. Нас попросили, чтобы была некоторая драматургия, вот, которая... Ну, должен быть спор, ну, в общем, в хорошем случае драка. Вот. Мой хороший друг и почитаемый мной человек Дмитрий, мне очень сложно было. Но мы решили так. Он будет прогрессивным, а я буду реакционным. Вот если позволите, я сразу скажу что-то... Еще есть центристы. Да, есть центристы. Но на самом деле все это не так серьезно, потому что в следующий раз мы меняемся ролями, потому что надо практиковаться и в том, и в другом. Вот. Что касается переводчиков. Дмитрий, ты знаешь, как я уважаю переводчиков. Но сколько они сделали звать для русского языка? Ведь хороший переводчик – это тот, кто прежде всего знает свой язык, а не язык. Ну, то есть неплохо знать язык, с которого переводишь. Но вот я приведу только один пример. Шокировать. Вот сейчас у нас говорят... Я слушаю репортаж из Англии, и говорят, какая-то катастрофа, на место катастрофы прибыла королева, и она была глубоко шокирована увиденным. Это абсолютное бесчувствие к своему языку. Дело в том, что слово «шокировать» было у нас заимствовано дважды. Первый раз оно было заимствовано в конце XVIII – начале XIX веков из французского «шоке» – быть пораженным чем-то не очень приличным, каким-то неприличным словом, жестом, явлением. А есть английское «to be shocked». Это переводится как «быть потрясенным». Так вот, разница между тем, что происходит, когда человек шокирован, и тем, когда он потрясен, очень велика. Когда говорят, что королева была глубоко шокирована, это перевод английского «she was deeply shocked». Она не могла быть. Если бы королева говорила по-русски, она бы сказала, что она потрясена. Вот это другое значение. И вот два значения, которые переводчики часто не чувствуют. И английское «shock» они переводят как «шокировать», хотя «шокировать» уже заняло свое место и обозначает совсем другие вещи. Я к чему говорю? К сожалению, не все наши переводчики имеют ту же квалификацию, что «дмитрий». Сейчас переводят… Я знаю, есть люди, которые переводят сначала гугловским переводчиком, а потом как-то гармонизируют тот ужасный текст, который появился. Это не шутка. Это не шутка. Да. Вот. И что касается заимствований. Да, язык действительно переварит все, что угодно, это так. Но у языка есть своя мелодика. И есть, вот как ты правильно сказал, абсолютно не мотивированное заимствование. Но зачем нужен дайджест, если есть обзор? Зачем куча других слов, когда… То есть надо понимать, что это разные системы, и система, в общем, должна быть консервативной. Это не значит, что надо бить по голове всякого, кто говорит дайджест. Нет, просто нужно понимать, что есть в родном языке своя музыка, ее надо хранить. Теперь, что касается юродства. Вот. Мы тут все немножко юродивые. Собственно, поэтому принцип у нас Евгений Николаевич отбирал здесь. Вот. Степень юродства проявлена в нас больше, чем в других писателях. Да мы и пишем. Вот. У меня жена специалист по юродству. Она смотрит на меня, в общем, и поэтому она так успешно и работает. Юродство, на самом деле, это, если вот всерьез говорить, это не только эксцентрика. Это очень глубокое религиозное явление. Это та святость, которая стесняется самой себя. Святой, который не хочет, чтобы знали, что он святой. И этот человек, который, как сказано в одном песнопении, днем, во дни он оба посмеяхся миру, а ночью оплака. И днем он посмеялся над миром, а ночью его оплакал. Речь идет о том, что смеяться над миром, наверное, имеет право тот, кто может его оплакать. Как Гоголь, например. Мы вспомним его выражение о видимом миру смехе и невидимых миру слезах. Еще одно песнопение говорит о юродивах, что юродивы безумием мнимым безумием мира обличили. То есть это мало быть безумным, надо иметь какой-то духовный багаж. А что касается юродства, то в литературе действительно мы пытаемся как-то отражать это явление. У меня есть несколько юродивых, причем я не выдумал их. Они действительно существовали только не в Пскове, как у меня, в Лавре, а в Новгороде. Юродство часто сопряжено с молчальничеством. Юродивы часто молчат, юродивы ходят босиком, часто нагими. Юродивы, кстати, и называли нагими иногда, что в условиях русской зимы, конечно, занятие тяжелое. Но юродивы, он сродни пророку. А пророк, как известно, имел две функции. Первое и главное – это обличать. Обличать грехи, обличать власть, обличать неправедность общества. И, наверное, даже скорее уже второе – это предсказывать. это очень интересное явление. Я мог бы очень много говорить, но есть еще Володя, который не меньше меня знает о ее родстве. Скажу только одно. Вот он как раз и молчит. Да, он демонстрирует пока это качество молчальничества. Пока я отвечаю за слово, он за изображение. Вот. Но что интересно, чем я хотел бы закончить. Ошибочно думают, что иродивыми были только люди на Руси. Это так и не так. Ну, во-первых, были в Византии, в других странах православной культуры. Но, что интересно, очень много русских иродивых по происхождению были иностранцами. Это были немцы, французы, итальянцы. Видимо, они чувствовали, что в этой земле их поймут. На этом я передаю слово Володя. Спасибо. Мне вообще было очень интересно все слушать, потому что если я что-то знаю, то опытным путем. А всех этих вещей, все эти вещи для меня абсолютно вновь и очень-очень любопытны, потому что я, в общем, совершенно согласен с Дмитрием. Мне кажется, что язык самочищающая река, ничего лишнего, он себе не оставит, может быть, что-то возьмет сразу, а потом, шаг за шагом, все, что не нужно, выпадет в осадок. И даже слова, которые изначально кажется, что они лишние, ненужные, в общем, непонятно, зачем они пришли в язык, просто жизнь усложняется со страшной силой и беспрерывно усложняется, и расходятся значения, и понятия, и заимствованное слово, значит, берет какую-то часть общего понятия. в общем, они как-то, значит, делятся, как семья делит наследство, так или иначе, и, в общем, значит, продолжают жить дальше. Я сам очень, я не пользуюсь, или практически не пользуюсь сленгом, я очень люблю и сленг, и люблю заимствование, мне кажется, что это все только, значит, все и всегда во благо. В общем, ну вот, самые какие-то красивые и замечательные вещи, и самые емкие, и тонкие, и умные, это сленг, на мой взгляд, мне, конечно, надо было бы спросить мнение специалистов, но это сленг, там, 16-го, 17-го, 18-го века, который совершенно никем и никогда не воспринимается как зенг, вещи, которые вошли в язык и стали уже абсолютно естественной, необходимой частью всего этого дела. А это то, что касается вот, то, о чем я думал, когда слушал, когда говорил о языке Дмитрия и Женя. Что же касается ее родства, тут я полностью Женя согласен никаких, тут спора быть не может, но еще я хотел бы такую одну вещь сказать, вообще, мы все крайне, или почти все крайне компромиссно настроены, и в общем, значит, мы верим по большей части в то, что, может быть, огромное воздаяние, и вообще жизнь уже после, значит, нашей земной смерти и так далее, но живем, в общем, как будто этого нет, или есть большие сомнения, что это есть и будет. Но есть некоторые люди, которые живут так, как будто вот эта земная жизнь, это только и сначала и до конца, и доля страданий, и довольно короткий, испытательный срок перед жизнью вечной, и вся их жизнь выстроена этим. И, строго говоря, весь их быт и вообще представление о том, что в этой жизни имеет смысл, отчего, значит, в этой жизни никакого смыслу не имеет, они абсолютно строгие, не допускают никаких компромиссов и сделок. И на каком-то этапе истории эти люди в общем начинают вести за собой значительную часть страны, иногда и большую часть страны, когда вот обычная человеческая жизнь вообще принята, она сама собой разрушается. Она разрушается без какой бы то ни было твоей воли. Если это самостоятельный выбор, то когда все рушится, как было, например, в России во время гражданской войны, когда люди умирали или гибли миллионами и от голода, и от болезни, и от холода, и в общем ничего было сделать нельзя, то в общем огромная часть народа начинает понимать, что те, кто значит так иначе смотрел на мир как еродивый, они правы, потому что эта жизнь кончается и никаких способов ее вернуть и удержать ее на краю нет. И тогда это очевидно тот опыт, который, и поэтому он и сохранялся всегда опыт ее родства, это тот опыт, который абсолютно необходим для понимания нашей жизни и соотношения каких-то вещей значит временных и постоянных и так далее. Для каких-то времен он был более необходим и тогда еродивых на Руси канонизировали и потом значит там я не знаю с 18 века насколько я знаю Женя меня поправит если ошибаюсь по-моему перестали канонизировать ну или вообще единичные нет ну Ксения это совсем недавно Ксения да Петербургская да вот но это тоже в общем мне кажется что все это совершенно не выдуманная реальная часть жизни причем очень-очень важная часть жизни и поэтому в общем что мы так или иначе об этом пишем это не случайно и даже скорее правильно чем неправильно к тому что ты говоришь о жизни которая разбивается или понимается лучше через юродство можно вспомнить замечательную строку ну почти юродивого Дмитрия Александровича Пригова жизнь дается человеку на всю жизнь да если можно тоже добавлю я бы сказал что юродство в разных формах под разными названиями существовало не только в православном мире мы знаем что есть суфийские традиции и дзен есть скандинавские определенные практики которые очень сходны с тем что вытворяли юродивые у кельтов это фактически была часть культуры более того в средневековой Ирландии из юродивых составляли такой можно сказать мистический спецназ и разные короли мерились своими юродивыми то есть перед тем как они приступали к битве нет как это были люди которые все пользовались определенной формой языка то есть юродство всегда проявлялось в языке это это было не просто язык метафор это был называли его темный язык язык богов они становились на холме напротив друг друга и начинали исполнять то что как это называли песнь хулы обменивались вот этой хулой и иногда битва не происходила потому что кто-то признавал что вот тот как их называли филяды или друиды в разных традициях круче чем наш поэтому лучше не связываться нет абсолютно верно есть вообще во всех мировых культурах роль которую можно определить как роль шута в иных случаях например на руси были скоморохи вот но дело здесь в другом терминологически и уродиво это очень ограниченное понятие это духовно причем речь идет о православной духовности и там я просто не буду вдаваться в подробности там очень много там есть своя традиция очень жесткая вот есть более широкое понимание смеховой культуры вот у Лихачева замечательная книга Спанченко была смех в древней Руси где эта культура в более широком смысле описывается но это не уродство это это то что свойственно дело в том что вот вот этот топси-чарви враунд земля вверх ногами это без этого ни одна культура не может существовать потому что культура должна становиться иногда на голову чтобы понять и дрогать ногами чтобы понять саму себя чтобы выбиться из стереотипа да-да-да она должна иногда изблевывать простите за выражение изблевывать из себя лишнее то что ей не свойственно и например часто это принимает форму авангардных каких-то текстов или и в общем говорить что это не нужно или что это как-то вредно это глубокое заблуждение все эти вещи они очень важны для культуры также скажем как был важен чрезвычайно важен постмодернизм которого кажется уже нет но он был жизненно необходим для культуры культура должна была немножко посмеяться над собой она стала слишком серьезной она слова бросли таким количеством коннотаций что писать стало невозможно и вот стало происходить землетрясение стали появляться люди которые просто высмеивали эти тексты эти слова и слова очистились теперь снова можно работать как выводит да я полностью согласен согласен это всегда хорошо давайте тогда сейчас наверное самый момент перейти на историю потому что я заметила на фейсбуке кто-то меня зафрендил и один из моих френдов что-то перепостил наверное про литературные мастерские что шокировало многих фолловеров нет но евгений будет читать лекцию про на тему насколько реально реальность в литературе это верная информация он вспомнил хорошо я забыл я буду но это как раз очень хороший вопрос потому что вы пишете вы историки медивисты я сижу между двумя двумя можешь загадывать желание да 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 приятно и значит мне интересно на самом деле как вы к этому относитесь потому что действительно вот как насколько реальная реальность в литературе у вас на самом деле книга не исторический роман не исторический а я не знаю как Владимир относится к этому но давайте ну да надо же вот эта лекция насколько реальна реальность в литературе это мой хороший друг Майя Кучерская попросила меня выступить в ее школе писательского мастерства вот она основала эту школу которая очень успешна вот это тоже кстати картинка замечательная современной России первый набор там было 40 мест а заявлений было подано 400 вот так в России хотят писать что касается реальности видите это очень важный вопрос до некоторой степени разграничение реальности и нереальности это сейчас в наше время разграничение между литературой и нелитературой это очень хорошо выражено в английском названии литература фикшн вот а в немецком там вообще очень хорошее разграничение там есть фиктивес это то что выдумано и фикционалис это то что пишет то что повествует о выдуманном так вот вот фикшн выдуманная выдуманная литература это явление нового времени много веков до этого литература была не выдуманной она была литературой реального факта даже если она была реально выдумана дело в том что в средневековье существующее часто отождествлялось с должным и таким образом почему не было художественного вымысла в средневековье потому что вымысел это ложь средневековые люди очень строго следили за этими вещами вымысел появляется только в новое время и становится вымысел становится неожиданным образом синонимом художественности то есть то что вымышлено то что и художественно хотя это абсолютно неравные величины но вдумаемся в вымышленную реальность такой оксюмарон дело в том что она все равно реальна эта реальность взятая другой нарезкой это что-то что было человек выдумывает очень редко как говорил Лесков я не выдумыватель я собиратель сюжетов казалось что Лесков такой фантастический писатель часто дело в том что писатели собирают реальность они ее просто переносят из одного места в другое а именно в свой роман но сейчас мы на пороге очень интересной эпохи сейчас реальность литературы за все века нового времени новое время время это то что в английской терминологии обозначается как modernity вот сейчас реальность художественная себя исчерпала она девальвировалась и что начинается какие процессы в литературе начинается симуляция реальности начинается и это замечательные на мой взгляд писатели этим занимаются Лимонов Давлатов Давлатов как мы знаем неоднократно описывает одни и те же события и всякий раз по-разному и видимо это не вполне реальность вот мой хороший приятель Андрея Сатуров появляется образ автора как бы псевдо автор который рассказывает якобы о себе дело в том что нонфикшн постепенно становится фикшн литература распространяется на нелитературу если мы посмотрим кому дали последнюю Нобелевскую премию а именно достойному автору Светлане Алексеевич каков был главный камень преткновения при обсуждениях этой Нобелевки часть вполне почтенных писателей и критиков говорили она же не писатель теперь все будут во всем мире думать что это в России называется литературой но штука то в том и состоит что то что еще вчера было не литературой становится постепенно литературой и вы знаете даже само слово реальность и реализм вдруг оказались реабилитированы хотя еще недавно они были ну в писательской среде почти под запретом по крайней мере в среде интеллектуалов вот а теперь есть четыре группы писателей которые называют себя реалистами в России то есть я не буду вдаваться в эти подробности но для нас здесь главное то что реализм реабилитирован и вот постепенно литература возвращается если угодно к средневековому виду когда она была еще не литературой это конечно метафора это в каком-то смысле бонмо сказать что литература возвращается в средневековое состояние но некоторые черты и вот в частности напряженное внимание к реальности оно очевидно в нашей современной литературе ну мне мне кажется что вообще да мне кажется что всякая значит хорошо сделанная литература она абсолютно реалистична мы пишем как тоже мне представляется сути смысл тех событий о которых мы пишем ну есть скажем библейский текст есть та или иная библейская строка или стих и он с годами обрастает все большим и большим количеством комментариев эти комментарии абсолютно истинны потому что это комментарии времени которые так или иначе как камушек во рту крутят эту самую строку и по-другому понимает ее вкус по-другому понимает ее смысл потому что само время вмешивается здесь и так или иначе целиком и полностью все это формирует и вот шаг за шагом мы начинаем понимать вообще что мы прочитали и этого смысла все больше и больше потому что у всех у нас разная жизнь у всех у нас совершенно разный опыт этой жизни разные вещи нам кажутся важными и второстепенными это тоже все бесконечно текуче и все тоже бесконечно подвижно поэтому это в сущности нескончаемый никогда нескончаемый не должна быть окончена работа этих комментариев все больше и больше и строго говоря это есть мы и есть культура как-то таковая потому что только в этом время остается она больше нигде и никаким образом не фиксируется и не остается ни в каких архивах а вот то что мы смотрели на одни и те же ну вот пока значит библейская культура в мире значит живет и существует вот две тысячи лет мы сквозь призму этого текста смотрим на все что происходит в мире и что происходит лично конкретно с нами с нашими близкими и понимаем шаг за шагом и каждая картина я имею ввиду живопись и каждая и каждый литературный текст и каждое стихотворение есть вот такой комментарий и мне кажется что это все абсолютно реальность как бы не казалось нам что какие-то вещи выдуманы или не могли быть вообще бывают но редко как говорил Гоголь да вот по поводу того насколько реален реализм и насколько текст может литературный текст может описать реальность вероятно сейчас мы видим возвращение не просто скажем к эпохе средневекового восприятия а гораздо дальше гораздо глубже вот в культуре австралийских аборигенов есть такое понятие время сновидений dream time это носителем этой культуры это не отделяется от реальности то есть когда они говорят о когда они рассказывают свои мифы когда они реализуют свое фольклорное восприятие реальности они не отделяют окружающий их мир от вот этого самого времени сновидений и вероятно то что мы видим сейчас это человек человечества и пишущий человек пройдя через столько стилистических трансформаций возвращается к еще более глубокому архетипу который изначально побудил и продолжает побуждать человека к творчеству к литературному творчеству наверное уже время вопроса а у меня еще куча вопросов но я думаю что может быть еще один вопрос да может быть сразу тогда перейдем к переводам потому что это очень мне кажется интересный вопрос тем более поскольку два переводчика сидит два переводчика сидит два автора и вас переводят так что есть некий опыт в этом деле вот и тоже поскольку все это происходит в рамках программы Read Russia что поддерживает очень сильно переводы с русского на разные языки вот вот самый наверное интересный вопрос самый интересный вопрос для меня здесь это как отличаются разные переводы я знаю например что Евгений говорил о том что итальянский перевод Лавра не там нет старого языка потому что я не знаю сколько из вас читало роман Лавр но там есть небольшой процент небольшой процент текста это старые слова архаика и в итальянском переводе вот таких слов нет потому что есть особые причины и Евгений может об этом поговорить и я уверена что у Владимира тоже были что тоже были разговоры интересные со своим переводчиком про вещи которые надо чем-то по-другому перевести так что ну первое что я хочу сказать здесь рядом со мной сидит герой труда Лиза Хейден она перевела Лавра это роман который в общем непереводимый по-хорошему вот я был убежден что никто его никогда не переведет потому что это сделать невозможно там жуткая смесь архаики сленга современного языка и канцелярита и у меня даже была мысль такая что когда я узнал что будут переводить на английский и на другие языки сейчас кажется 22 уже я подумал я создам вариант текста для переводчика я уберу всю эту муть значит все эти вещи пусть будет ровный текст потому что в конце концов первоначально я собирался работать только с интонацией что более тонкая работа но потом решил знаете я 30 лет перевожу с древнерусского на русский и как-то мне досадно было оказаться там без древнерусского языка в общем чистое тщеславие я вот ввел эти тексты но в чем опасение мое было в том что переводчику надо знать не только древнерусский язык но и собственную архаику то есть это двойное сальто-мортали я вчера сказал сальто-мортали Лиза попросила для английской аудитории объяснить что это такое вот я объяснил и уже был близок к тому чтобы показать но вот Лиза выполнила это дело и это было совершенно потрясающе то есть это гениальный перевод вот я его прочел я его читал медленно как пьют хорошее вино мы с Лизой обсуждали месяцев 8 такой срок беременности без одного месяца а может 9 может быть даже 9 вот вообще надо сказать нет срок у меня всего 7-8 было 7-8 месяцев значит это надо было да мы вообще с Лизой перешли к опасным сравнениям на встрече в Бруклине по-моему то есть в магазине в магазине да мы вдруг пришли к мысли что отношение переводчика и автора это сродни браку потому что в конце концов я сказал рождается ребенок Лиза тут же показала это книга речь идет только о книге вот тем более потому что его жена была да была моя жена сегодня она по уважительной причине отсутствует поэтому я хочу повторить это сравнение во всей красе вот так что вот какие отношения связывают нас с Лизой теперь действительно каждый язык и вот лучше Дмитрий наверное в этой аудитории никто этого не знает каждый язык это это система понимаете когда переводишь с одного языка на другой это только кажется что с языка на язык ты переводишь текст переносишь из одной культуры в другую и здесь мало что поможет так сказать если ты будешь знать язык и прочее мы же не переводим поговорки буквально мы их переводим другими поговорками потому что одна система и другая система у них часто вообще нет контакта вот и то что смешно в одном языке то не смешно в другом вот замечательно Жванецкий Михаил Жванецкий рассказывал как он приехал в Америку и стал читать свою знаменитую миниатюру вчера здесь были раки может быть вы знаете и он говорит вчера здесь были большие но по 5 а сегодня маленькие но по 3 и он говорит что американцы говорят а что тут смешного то есть смешно то что вчера были большие он их не купил или в чем тут фишка и он говорит и я чувствую что краснею и теряюсь и я не могу им объяснить вот когда оканчивается эта миниатюра фразы вчера была жаба зарубель но очень зеленая вот он говорит я смотрю вся американская аудитория сидит с вытетнутыми лицами и никто не смеется вот вот это показывает то что некоторые вещи не транслируются из культуры в культуру и поэтому когда говорят вот что надо указывать переводчику да не имеет права указывать автор ничего в этом в этой битве главнокомандующий переводчик он видит этот язык он знает его и он только он пишет если угодно с самого начала эту вещь он ее создает по новому вот и что касается итальянского сюжета да в Италии отказались от перевода архаики почему потому что там архаика в каждой провинции своя поэтому если брать эти тексты то это будет эффект не архаизирующий а провинциализирующий отказались сербии от перевода архаики что меня потрясло потому что мне казалось что уж на сербский это очень просто перевести нет на самом деле сербский язык сам очень архаичный дело в том что для сербов в условиях турецкого ига для них язык был предметом самосознания вот и они очень его законсервировали несмотря на реформы позднейшие он не очень отличается я помню мы с женой были на пляже как-то на море средиземном там отдыхала сербская семья и мать кричала ребенку чтобы он не набрал воды в рот она кричала затвори уста затвори уста я думаю боже мой это церковно-славянский вот и как же тут делать архаику на таком языке значит пришлось сербский перевод мне говорили прекрасен как мне говорили что прекрасен итальянский перевод но каждый язык обладает своей физиономией своими легкими своим голосом и поэтому вот здесь я хочу сказать о переводчиках просто ну нечто совершенно такое как выразить свое восхищение переводчик это не тот кто сидит и переводит это тот кто создает в новой культуре новый текст если можно я рискнул свою версию предложить почему в итальянском переводе не нашлось эквивалента архаического стиля каждый язык обладает не только своей физиономией физиономией конечно тоже но еще и своим возрастом причем существующие ныне литературные языки ну европейские языки как правило ведут начало от либо от одного громкого славного имени либо от группы таких славных имен ну условно говоря конечно это все приблизительно современный русский язык ведет начало ну с периода Пушкина допустим немецкий язык Гёте Гейне это примерно такое же время это конец 18 века французский язык это Мольер немецкий во многом еще Лютер Лютер заложил основу но тем не менее это поэтому про немецкий я не говорю немецкий найдется аналог итальянский язык гораздо старее современный итальянец без труда без перевода читает Бокаччо Петроарко Данте то есть 13 век итальянский язык уже сложился почти в том виде каком мы его знаем сейчас и в то время как вероятно я не знаком с переводами Лавра хотя было бы очень интересно я тебе подарю итальянский перевод Лавра вот я тебе обещаю замечательно вот если во французском языке я бы например предположил что можно было бы язык Франсуа Виона взять вот это среднефранцузский английский язык тоже очень постепенно и мы знаем образцы разных периодов английского языка древнеанглийский среднеанглийский Чосера новый английский Шекспира современный язык то есть можно найти какие-то отправные точки я тоже не знаком что выбрала Лиза может быть кстати тоже будет вопрос в итальянском сложнее потому что помимо провинциальных региональных вариантов нет такого разрыва современный русский человек без подготовки не прочитает текст 13 века а итальянец это может сделать и вот маленький вопрос тогда к Лизе что получилось в английской версии псевдо средний английский если вот я знал да это я ну как и Евгений я ну как бы придумала на самом деле я выбирала слова ну как это все сложилось это просто Лиза чтобы звучало хорошо главное вот мы с ней обсуждая сошлись на том чтобы чтобы хорошо звучало я по роду своей деятельности в общем древнерусским владею в целом просто 30 лет я читаю древнерусские тексты в гораздо меньшей степени читаю современные тексты так что у меня есть некоторая профессиональная такая особенность и травма тот язык церковно-славянский или древнерусский я сейчас не буду вдаваться в разницу между ними которые я использую он в общем правильный в целом ну то есть я мог что-нибудь там ошибиться как ошибился мог и древнерусский человек вот но я старался выбирать в лексических то есть из вот этих богатых лексических пластов где я ковырялся я старался брать те слова которые были бы понятны современному читателю при этом чтобы они вот по-честному были древнерусскими текстами но вот еще интересно к тому что Дмитрий говорил вот с самого начала когда начинал что слова меняются слова действительно фантастически меняются вот например слово опасно в 13 веке значило прилежно просили сохранить опасно когда что-то давали на хранение а поскольку прилежность часто связана контекстуально с опасностью то это значение перешло или слово успех вот сейчас вышла интересная очень книжечка Голованевская выпустила как-то называется вопросы а азбучные истины и там она попросила меня написать статью успех это энциклопедия такая для подростков и я как раз вот написал что успех в средневековье значило польза было третье значение нынешнего слова успех success вот но это было не основное значение когда строили храм говорили строим на успех людям на пользу людям а потом посмотрите как получилось раз вот это значение успех культ успеха то что вот сейчас так очевидно и это словечко перешло так сказать вот это значение на первое место и все это надо переводчиком знать между прочим ну я вообще самый наверное благодарный переводчик автор я им совершенно не судья поскольку я не знаю иностранных языков отношусь с восторгом и вообще не понимаю как эта работа делается ни в каких ни на каких этапах и ни на каких стадиях не понимаю потому что с одной стороны переводчику необходимо сохранить ритмику текста и музыку текста который безусловно в прилично сделанной прозе всегда есть и существует и никуда не девается а с другой стороны за каждым за каждым именем и фамилией если это реально имя и фамилия тянется огромный огромный шлейф всякого рода воспоминания отношений изменений которые есть в твоей культуре но совершенно этот шлейф еще имя то или иное имя и тот или иной человек может переходить через границы распространяться по миру но шлейф практически никогда не переходит а все это надо значит сохранять и не не превращать текст некоторую научную работу с комментариями со сносками и объяснениями потому что тогда убивается ритмика подчистую и музыкальный порядок слов которые есть в оригинальном тексте поэтому как вообще делается перевод я во всех отношениях не понимаю я никогда бы за эту работу не взялся для меня это абсолютное чудо и я не испытываю ничего кроме благодарности и Лиза меня пока не переводила но просто сидеть рядом с ней и слушать как она говорит по-русски и значит для меня огромный подарок я благодарен спасибо большое да я заметила что он сказал пока не переводил вот и вот тем более потому что я дружу с Оларовым Брэдди который переводит Владимира абсолютно блистательный переводчик я перебью Лизу и я повторяю я сам не судья но люди для которых английский язык родной они я многократно от них слышал что полное ощущение что текст изначально написан по-английски я просто подставная фигура возможно так и есть я свидетель я прочла на самом деле его перевод Оливера Владимира вот before and during и это действительно очень очень хороший перевод и он и Оливер получил на самом деле премию Read Russia за этот перевод так что это не пустые слова Все же знают, что роман был написан Оливером, а Владимир его просто перевел. На русский, с английского на русский. Это он делает вид, что он не понимает других языков. Об этом не говорит. Да, ну вырвалась, просто аудитория хорошая. Да, да, да. Все свои ягоды. И Оливер, он был, но уехал. Очень сложно сказать. Он боялся разоблачения. Да, 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 и уехал. Говори Оливер. Оливер. Оли. Вот, сейчас у нас осталось, по-моему, минут 15. Да, на вопросы. Да. Давай, с первого ряда начнем. Я вопрос, Евгений, кто? Пожалуйста. Первый вопрос. Я думаю, сколько я знаю, мы начали писать в будущем книге, достаточно много вопросов. Значит, вопрос такой. Это витаке внутренней эволюции. Это что-то изменение в внешнем мире, которое влияет на решение. А второй вопрос. Вот здесь прозвучало немножко тему. Здесь написано не исторический роман. Это ваше мнение. Да. Скажите, а почему вы считаете уважением дистанцироваться от исторического романа? Ой, я не люблю исторических романов и даже их не читаю. То есть можно сказать, что есть великие романы исторические. Условно говоря, «Война и мир» – это тоже исторический роман, но это «Война и мир». Он вышел из своих рамок, из жанровых границ и стал величайшим романом в истории литературы. Но те романы, которые… Особенно, знаете, романы любят сейчас по альтернативной истории, как было бы, если бы. Вот это все вызывает у меня, точнее, не вызывает у меня интереса. Поэтому я хотел сказать вот эти «Мне исторический роман». Во-первых, чтобы деньги не тратили, книги дорогие, чтобы не искали у меня разоблачений или альтернативной истории. Меня история вообще интересует, несмотря на то, что я историк по профессии, потому что всякий даже филолог, который занимается средними веками, он историк. Но история у меня тоже не вызывает большого интереса. Меня интересует, выражаясь по-лермонтовски, не история, а история души. И вообще книга, даже если книга о космосе, о переработке мусора, о прошлом, о будущем, в центре ее должен стоять человек. Если он там не стоит, то все это абсолютно неинтересно. Все это можно прочитать в специальных исследовательских статьях. Поэтому, ну просто чтобы быть честным перед читателем, я назвал его неисторическим романом. Первый вопрос. Почему я начал писать художественные книги? Знаете, этот вопрос мне в какой-то очень хорошей форме задав Лева Данилкин, замечательный наш критик. И мне пришел в голову старый анекдот о том, о лорде Генри, который до 13 лет не говорил. А в 13 лет он сказал, однако сэндвич подгорел. Ему говорят, а почему же ты молчал в 13 лет? Он говорит, да потому что с сэндвичами все было в порядке. Вот так примерно случилось и со мной. Но если, понимаете, многие люди идут на филфак, считая, что там могут научить стать писателем. Можно научить гладко писать, но писатель – это другое. Писатель может даже плохо писать, а быть хорошим писателем. Это идет изнутри. Это идет какой-то опыт, который возникает обычно не в раннем возрасте. Когда человек дорастает до него, он понимает, что то, чем он занимается, уже не выражает всю его суть. Я любил и люблю исследования древнерусской литературы. Я текстолог, я занимаюсь историей текстов. Так вот, в эти статьи мои перестало помещаться то, все то, что меня волновало по-настоящему. И тогда я начал писать. Кстати, позвольте, я буквально одну фразу скажу еще. Я хочу подарить вашей библиотеке, поскольку я из Пушкинского дома, все-таки то, что представляет не прозаическую сторону Пушкинского дома, а научную. Это альманах, текст и традиция, которая издается совместно Пушкинским домом и Ясной поляной. Вот последний том я вам в вашей библиотеке вручаю. Во-первых, спасибо большое за очень интересную дискуссию. Хотя я немного разочарована тем, что не так много было сказано о проблеме времени. Да, мне не хватало времени обсуждать время. У меня куча вопросов, но задам я вопрос очень острый. Но я вас прошу, этот вопрос, я задаю это всякой конфонтацией. Мне действительно интересно ваше мнение. Вопрос такой, у каждого времени свои герои, да? И вот у каждого времени свои герои, и поскольку вы много посвятили этому вопросу, вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, можно ли считать современным героевым вот этого вот художника Павленко, который прибил свои яйца в Красной площади? И мне интересно мнение и Лизы тоже. То есть всех вас, что вы думаете по этому поводу? И как бы высказывание, высказывание как бы на интернете, или просто, если кто-то пришел на Красную площадь и что-то сказал, уже никто не услышит? Как вы относитесь к такому явлению, как это Павленко? Ну, я могу начать, поскольку я с юродством связан напрямую, хотя ничего не прибивал на Красной площади. Видите, о юродивах сказано, что юродивы делают все, сказано по-древнерусски, бежа славы от человек. Вот в данном случае я не уверен, что он бежал славы от человек. Мне кажется, что он, наоборот, пытался ее достичь. В этом отношении я не считаю его юродиво. Ну, пусть ученый сказал так. У меня особого мнения про него нет. Ну, я читала, я знала про его предыдущие акции. И как-то вот, ну, есть такие люди, которые занимаются вот этим видом искусства, зная, на что они идут, и пусть будет так. Ну, я, на самом деле, просто, я этого вообще не знал, так что мне совсем трудно ответить. Да, мне тоже не кажется, что это юродство. Ну, в общем, я даже убежден, что это не юродство, но это перформанс. Много было подобных вещей. Вот, значит, еще одна. Может быть, хорошо придуманная, может быть, нет. Во-первых, явно ему было больно. Так что тут это было подлинное и настоящее, никаких сомнений нет. Ну, я согласен с Евгением, что юродство подразумевает не только форму какую-то, некую эпатажную, так сказать, проявление себя, но и какой-то очень высокий мотив, какой-то духовный подвиг. Тоже не уверен, что подвиг там присутствовал. Ну, сразу кивает на меня. Ну, я не знаю, если вам так кажется. Вы знаете, юродивых известных вот таких нет. Хотя я видел, знаете, бываю в деревнях, мало ли где приходится бывать писателю, бывают какие-то мужички такие странные. Я думаю, наверное, такой мог бы быть юродивым. Вот. Но сказать, что я знаю человека, который полностью сейчас попадает под определение юродивого, я не могу. Нет, вероятно, они есть и ровно такие же, какие были в средние века, но вряд ли они, это медийные персонажи. Вряд ли мы видим их на экранах, там, читаем про них в Фейсбуке. Да, они перепостят. Да. Ну, что вы, нет. Жириновский, мне кажется, очень талантливый человек. Вот. Но это в сфере совсем другой. Говорят, что он вообще очень спокойный, владеющий собой человек. Артист. Но просто он может себя мобилизовать в нужный момент. Перформанс, опять. Вы, по-моему... Есть еще один вопрос. Можно сначала просто идти во сфере юродства? Как и быстрее, может быть. А, да. Насколько я понимаю, юродство есть, кстати, это и есть перформансы. По-моему, она там планируется, как-то, ну, понятие того, кто просто юродство, если мы на то, что, когда люди говорят, что ты не сферсов, не юродивы, то это как раз именно является частью, допустим, когда искусство обвиняется в том, что он является богохульством, то значит, и суть этим же самым на юртубой искусствует. То есть, когда говорят, что мобленд не какой-то и какой-то, это как раз часть, мне кажется, перформансы его на юртубах. Я занимаюсь апроприацией юродства к юртубам и юртубам российским, поэтому мне это очень интересно. Спасибо вам большое. Свой вопрос у Владимира. Мы сказали, что было очень интересно, про то, что искусство является такой комментарий на нашу систему, в которой мы существуем. То есть, искусство и литература, значит, и сеть, в которой мы существуем, это библейская система восприятия. И в такой схеме, значит, литература, это почти какая-то притча. Правильно? И тогда вопрос про перевод и переводимость. И является переводчик каким-то миссионером, в таком случае. Как перевести функцию литературы как притчи, в каком-то таком-то русском понимании литературы, Кушкана до Боголя и так далее, до вас? Как это перевести в контекст, который популярный, в котором литература не имеет такое отношение к религии? Ну, вот я склонен считать, что она имеет отношение к религии, и всё имеет отношение, а переводчик, безусловно, миссионер. И реально существует огромная проблема невозможности и неумения разных культур разговаривать друг с другом. Когда-то были какие-то, значит, периферийные области, где так или иначе, значит, происходило смешение населения и культур, потом, когда границы стали куда более жёсткими, куда более определёнными, куда были более прочными, не только физические границы, но и культурные, эта проблема стала особенно острой. Но вот мне кажется, что единственные лазутчики, которые через эту границу успешно переходят и занимаются успешно контрабандой, это переводчики оттуда-туда, и, в общем, без этой контрабанды жить нельзя, и мы бы совсем этого долго перестали понимать раз и навсегда. И в мире есть очень много языков, на которых первым письменным памятником был перевод священного текста. Библии, Корана или чего-то подобного. В Филадельфии. Ну, я жила шесть лет в Москве, хотя уже сейчас больше занимаюсь бумажными делами, меньше общаюсь на русском, читаю каждый день и перевожу. Да, да, да. Или Еночка, пожалуйста. Давайте режем. Переходим еще. А. Мне интересует Ваше отношение к тому писателю, которому я был виноват, то, что Вы говорили раз о юридике, два о юридике, и есть и по русскому юридику, и есть и в этой литературе, и, наконец, то, что Вы говорили о том, как автор создаёт образ автора, то, что это уже автор, это всё, конечно, уже было, и нет. Я просто хотела узнать. Простите? А, конечно. Это было ли где-то такое, вот, не зацепленное время? Могу еще ответить, я сама понимаешь, что мы как-то не кончили. Это ко мне? Да. Но я надеюсь, что будет в отношении как раз тоже появившемуся в перевонную базу. Потому что он же, это моделист, что это интересно было, но это не все. Самые важные вещи это Ремен за 20-й писатель с Россией. Это ко мне, да, вопрос? Ко мне. Да. Ремен был замечательный писатель, я думаю, что всем нами очень любимый, совершенно на кого не похожий во всяком отношении. В общем, это очень крупный писатель отношения самое, естественно, самое положительное. Я даже не знаю, что сказать, но вообще не бывает так, что что-то уже было, если появляется какой-то, значит, талантливый человек, то все бывает вновь, и никуда не денешься от этого. Так же, как, значит, я не знаю, можно взять Чеменгур и сказать, что это повторение Дон Кихота, как вы понимаете, как мы понимаем, не повторение Дон Кихота, это описание своего времени и своей эпохи, поскольку после Ремезова уже прошло почти сто лет, вот это столетие, этот век нуждается в описании и нуждается в понимании. Ремезов, дать его описание и понимание этого века не мог никаким. Такой возможности у него не было. Я могу добавить к этому, что я думаю, что здесь нет людей, плохо относящихся к Ремезову, но речь идет вот о чем, что не только ведь Ремезов, существует огромная традиция в русской литературе, традиция обращения к древности и переработкам. Это Толстой, Гаршин, Лесков, проще сказать, кто этим не занимался. Нет, вы несомненно правы, да. Вы здесь много говорили о соотношении литературы и реальность и реализма. Не кажется ли вам, что того полета реальность сейчас реальность и так, стало много количества и по качеству и разнообразия и зрения в истории и вперед, что того полета реальность превратилась в таком сголовной в этой истории. Мне интересно знать, что для вас это реальность, ваша творчество, вообще, что вы понимаете это реальность? Ну, мне кажется, с реальностью всегда так было. Есть некоторые безусловные факты. Ну, это как в истории то, что дает археология, но потом идет так или иначе интерпретация и попытка понимания того, что было. Но в археологии все заканчивается достаточно рано, потому что в общем ничего не уцелело, кроме очень ограниченного количества артефактов. А так вообще все мы и понимание всех нас вообще каждого конкретного события и отношения к каждому конкретному событию это реальность и ее действительно очень много, но от этого она никак не нивелируется и она везде нужна, потому что это опыт каждого отдельного человека и опыт всей его жизни, его понимания этой жизни, отношения к этой жизни. Так что мне кажется, что нет, не происходит таких вещей, которые вынуждали бы нас отказываться от реальности или ограничиваться только перечислением каких-то бегущей строкой каких-то факторов. Наверное, стало больше не реальности, стало больше информации, возрос информационный поток, то есть стало больше интернета. Да, я согласна. Но здесь для переводчика могу сказать, что главная реальность это сроки, когда надо сдать рукопись, вы знаете, да, это главная наша реальность и в том числе можно сказать, что вот тот факт, что библиотека скоро закроется, что закрывается, да, вот это тоже реальность наша, так что... Мы во вторник говорили о Куповичем, и он в разговоре возник вопрос, что правды нет, он сказал, правды нет, но к нему не стремится. Вот, так, ясно. У кого-то, может быть, еще есть вопрос? О, пожалуйста. вы говорите о геродиках. Кто из вас не упомянул, что это не основа на любой системе постулата, на любой системе каких-то наборов моральных ценностей, они отличаются от основных детей, именно вот эти исходные принципы, то же самое с гороками, это горока, проблема с тем, что обратная связь он неправильно понимает. То есть, это люди необычные по своей организации, по своей филологовской принципам, это предварительно связать в математике, это как Лобачевский и Крик, и красные исходные данные. Поэтому, так сказать, с точки зрения людей, этот свой набор принципов, он и родит, с точки зрения его не было, все остальные и родит. Это просто люди, существующие на иных исходных и родит. Ну, поскольку я отвечаю в этой компании за юродство, отвечу я. Вы во многом правы, конечно, у юродивого свой набор принципов, но знаете, какое фундаментальное отличие юродивого от других типов святости? Дело в том, что юродство называют сверхзаконным подвигом, потому что все подвиги аскетов так или иначе имеют свою регламентацию, имеют там, есть даже предписание, как человек может поститься, не есть, не пить. Это юродивый все делает, но почему его подвиг сверхзаконный? Смотрите, обычный, обычный святой, конечно, тоже сочетание, святой аскет, он отказывается от собственного тела. Юродивый отказывается не только от тела, он отказывается от своей личности. Ведь юродивый это не тот, кто с приветом, это очень умные люди часто, хотя бывали разные юродивые. Так вот, он лишается того, что, может быть, определяет человеческую сущность от своей личности, отказывается не просто, отказывается для того, чтобы, потеряв личность, полностью раствориться в Боге. И в этом отношении, конечно, его система ценностей отличается. У меня вопрос кризис и периодчикам. Вопрос такой, вот, предположим, я всегда приучаю считать, что есть оригинал не в период, не в период, не в количеном восприятии. Предположим, у меня вопрос по непомыслному эксперименту. Если человек знакомый с двумя языками в билинг, дать перевод и оригинал, возможно, в принципе, определить, что первичное, а что вторичное. Запрасно. Будем просто смотреть друг на друга. Я бы сказал, что билингвальность, одинаково хорошее владение двумя или большим количеством языком еще не означает, что человек может переводить. То есть есть люди, у которых врожденное владение как минимум двумя языками, но они при этом абсолютно не способны, не могут переводить. То есть это помимо того, что это некое состояние души, это еще и навык. И наверное очень важный такой момент. я не знаю, пишет ли Лиза что-нибудь, вот просто что-то свое. Я бы сказал, что один из важных критериев, человек, который хорошо переводит литературу, он в каком-то смысле, даже если он это не практикует, должен быть сам хорошим писателем. Достоевский начал с переводов с французского. Да, ну очень большое количество писателей переводили или наоборот переводчики, даже если не публиковались, то писали. Вот это по-моему очень важный критерий. Ну я на самом деле пришла в перевод, потому что я хотела писать. Я вернулась из Москвы в 98 году, я хотела писать, потому что многое я видела, хотелось это описывать для людей. А я узнала через год или два, я не помню, что я сама не умею писать хороший рассказ, хороший роман, потому что сюжет, развитие героев, все вот это, вот эти технические моменты для меня были неинтересны совершенно. Но вот где надо было выбирать слова, вот какой порядок, чтобы все звучало хорошо, вот это мне было очень интересно. И когда я была на семинарах с писателями настоящими, они всегда говорили, что да, вы интересно пишете, даже были очень добрые люди мне говорили, что да, вот это как стихи звучит, вот такие вещи. А вот это, что было мне интересно, а вот то, что надо было, если роман написать, вот как-то вот в начале, чтобы что-то случилось, потом, вот это для меня совершенно дико. И из-за этого я решила, что вот лучше может быть я буду переводить, потому что тогда вот есть уже готовый текст, я могу и с русским, и с английским работать одновременно, это будет интереснее, и я могу именно, это самый чистый вид письма в каком-то смысле, потому что я пишу, я не развиваю вот характер, это для меня вот самое интересное. И нет, в принципе, определить, ну в принципе, нельзя, я бы сказала, но если хороший... Да. Сейчас этим займутся компетентные органы. Знаю одного и другого, так что... На самом деле все очень точно можно определить, существуют текстологические методы, которые абсолютно точно все устанавливают. Хотя я читала такие переводы, где я... Я не думала бы, что это перевод, просто потому что читалось так хорошо. они бывают очень часто. Пол? Ага. Я сидела, молчала, но когда вы говорили о поврежденском, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, что делать, но актуалитического качества. И никакого иного, но насчет языка, я бы хотел немножко тоже свое слово сказать, как говорят, я считаю, это полный опыт. Значит, русский цит закончился на стиле и не летом. Больше я не встречал ни одного автора, который не так писал, как Юрий Нагин, но потом это и Су-цена. Вот это и Су-цена, который ни о том, что ни Белов, ни Краспутина, он дал такой огромный толчок вот этого юмора, которого как-то так сказать, не стилистического, а просто от понимания, что кто-то там есть, может быть смешан, он сегодня, на мой взгляд, России просто превалили. А вот что вы увидите, то не изменяй. Я не могу говорить о присутствующих, я не читал ни Лапа, я не читал ни Эти, эти, что-то что-то сибири. Что тут скажешь? Про себя вроде неудобно. Нет, мы, естественно, не будем говорить о присутствующих, но замечательная школа для тараков Саши Соколового, замечательная, Еропеев, Вениамин, естественно, Демасова, ну не Масса, конечно, это всегда мало, но есть очень, на мой взгляд, сильная, оригинальная, ни на что не похожая литература, тут никаких сомнений нет. И после Нагибина. Хотя он был Бюсон очень интересный, очень сильный писатель. Так, я вижу секьюрити пишу. Да. Человек не пишет. Ну что, огромное спасибо. Вам спасибо. Вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...